Друзья, всем привет! Лето в самом разгаре, я хочу донести до вас следующую информацию. Сейчас я постараюсь выйти на прежний ритм, два ролика в неделю. Мы будем снимать разные машины, мы будем снимать дорогие машины, мы будем снимать дешевые машины, мы будем снимать машины с пробегом, любые машины на любой вкус. Также мы будем снимать другие сюжеты, как я это делал ранее. Поэтому не переключайтесь, мы будем стараться делать интересный и полезный контент. А сегодня, как вы догадались из заголовка, мы с вами познакомимся с Audi Q7, второе поколение рестайлинговой версии. По интерьеру, по оснащению машину действительно можно назвать новой. Это интересная тачка, под капотом здесь трехлитровый дизельный мотор. Я вам расскажу кратенько про машину, покажу. Квартира на колесах, друзья. Вы скажете, блин, ну это дорогая тачка, берут такие машины, друзья. Интересно, посмотрите, удовольствие от вождения получаете бешено. Я постараюсь сделать обзор объективным, я назову цены, я назову скидки на автомобиль, я назову реальные скидки на весь модельный ряд Audi на момент июля 2020 года. В общем, этот ролик должен получиться интересный, объективный, полезный. Своё мнение вы выскажите, досмотрев его до конца в комментариях. Но мы сейчас с вами прервемся для спонсора этого выпуска. Всего лишь 20 секунд рекламная пауза, и мы продолжаем. Да, конечно, завтра, как договаривались, 15.30. Всё, жду тебя. Ого, вот это оптика. Опа, и вырез крутой. Купи смартфон BQ со скидкой. Промокод и ссылка в описании ролика. Давайте я вам кратенько напомню. В 2015 году было выпущено второе поколение, в 2019 году появилась рестайлинговая версия. В нашей стране доступен только лишь один мотор. Трехлитровый дизель на 249 лошадиных сил. До него мы дойдем чуть позже. Вот если вы сейчас посмотрите на эту машину, наверняка те, кто не фанатеют от Audi, скажут, да блин, ну как-то и незаметно, что она какая-то новая. Потому что по внешнему виду, по формам машина полностью узнаваемая, согласитесь. Но, если начать присматриваться, то здесь отличительные особенности следующие. Ну, в первую очередь, это решетка. Они прям делают на нее отдельный акцент. Восьмигранная решетка, то есть новый стиль Audi, раз. Далее идут крутейшие фары. Но здесь, друзья, блин, они лазерные. Как заявляют в Audi, они говорят, светят дальше на 50 метров, чем фары от BMW. Здесь также у нас идут диодные вставки, диодные ходовые огни. Смотрится тоже прикольно. Ну, то есть, вот эта сама анимация, я вам ее показываю на экране, выглядит достойно. Машина построена на той же самой платформе. И, несмотря на то, что визуально она кажется точно такой же местами, но лично мне, как не фанату прям Q7. Тем не менее, все элементы здесь действительно новые, они перерисованы. То есть, от предыдущих, например, там двери, крылья, капот не подойдут. В нашем случае колеса стоят 21, опционально доступно 22. Подвеска у нас идет пневматическая. Наглядный пример. Мы находимся в режиме оффроуд. Я поднял машину максимально высоко. У нас просвет 235 миллиметров. Поднимается, естественно, пневмо плавно. Чем-то вас удивить невозможно. Это раньше было, типа, ничего себе, тачка на пневме. Сегодня это уже, ну, для таких машин ничего особенного. В базовых версиях она будет обычная. О подвеске, о ходовых качествах мы с вами обязательно поговорим. Машина вот эта нафарширована. То есть, в нашем случае версия стоит примерно, ну, вот со скидкой, условно назвать, 6 миллионов рублей. Вот то, что вы сейчас будете смотреть. Самую базовую версию на сегодняшний день, свеженькую. Q7 вы можете забрать, ну, давайте так, за наличку плюс каска, допустим, от 5 миллионов рублей. Конечно же, вы можете купить ее дороже. То есть, все здесь зависит опционально. Вы сами знаете, что вот эти немцы, они наборные машины. Можно собрать все, что угодно. В начале ролика я вам обещал рассказать про цены на текущий модельный ряд Audi. Вот, друзья, я всегда предвижу ваши комментарии, зная, что про эту тачку напишут дорого. Зная, что будут и те, кто скажет, что это реально кайфовая тачка. Кто-то скажет, что это там не то. Суть в следующем. Машина сейчас, как я вам ранее говорил, реально раскупает просто пипец. Вот смотрите, например, Audi A3 на сегодняшний день называют честные цены, с учетом того, что вы покупаете за наличку. Ну, и, например, страхуете машину. Можно купить примерно за 1 миллион 600 тысяч рублей. Розничная цена такая 2 миллиона 250 тысяч рублей. Раз. Audi A4. Их уже просто-напросто нету. Все. Если вы где-то найдете ее, это будет чудо. Но в целом машин нет, их все раскупают. Ждут уже новый привоз. Audi A5. Это та же самая история. Audi A6. С передним приводом машина будет стоить примерно 2 миллиона 850 тысяч рублей. Ну, 2 900. С полным приводом машина обойдется в хорошей комплектации. 3 700. Можно найти дешевле, но, опять же, это будет проще комплектация. Audi A7. Это примерно 4 миллиона 900 тысяч рублей. E-tron приехал. 7,5 миллионов рублей. Audi Q8. 6 миллионов рублей. Тоже вот в средней комплектации. То есть, в принципе, вот эту там 5,5 Q8 500 тысяч, и она будет твоя. Вот такие цены, друзья. Что будет дальше, покажет лишь осень. Как только машин станет больше, возможно, скидки станут тоже больше. Третья. Задняя часть. Конечно же, у нас идет обновленная оптика. Фонари изменились. Вот по задней части хочу обратить ваше внимание на один элемент. Очень часто, когда вы будете смотреть какие-то обзоры, постоянно, вот вообще про Audi, всегда придираются к этой части. Даже я, вроде, если там с А6 мы снимали, говорил, что как будто бы здесь должны быть выхлопные системы, да, на патрубки идти. На самом деле труба прячется ниже. С одной стороны, кого-то это смущает. Вот я сейчас так посмотрел, покатался. Я понимаю одно, что если бы здесь реально была бы выхлопная труба, то со временем, вы все сами знаете, тем более на дизелях, она будет пачкаться, она будет грязной. То есть ты машину помыл, у тебя все чистое, а сама труба, она грязная. Ну, не совсем, возможно, это эстетично выглядит. Вот так вот ты намыл, визуально подходишь, тачка вся заряжена. Но некоторых людей это смущает. На этом мы останавливаться не будем. Но самое интересное здесь, конечно же, встречается под капотом. Вот он, трехлитровый дизельный мотор. Один, единственный. Вот его параметры. 249 лошадиных сил, 600 крутящего момента. Очень часто люди пишут, надо этот мотор сравнивать с BMW X5, прямой конкурент. Вот давайте разбираться. Здесь 600 крутящего момента, на BMW будет 620 крутящего момента. Этот автомобиль разгоняется до первой сотни 6,9 секунд. BMW X5 с трехлитровым дизелем будет разгоняться 6,5 секунд. Вот эта машина весит 2105 килограмм, BMW весит 2185 килограмм. Я цифру называю паспортной, которая есть в открытом доступе. Максимальная скорость этого автомобиля 225 километров, на BMW 230 километров. То есть, вот если сравнивать автомобили по параметрам, BMW везде чуть-чуть, но впереди. Но по внешнему виду, если мы будем говорить про автомобиль, однозначно, X5, естественно, агрессивнее в М-пакете. Эта машина такая более злая, что ли. Вот в нашей стране, согласитесь, вот такие дерзкие машины любят. Тем не менее, есть люди, которые я вот находил комментарии, отзывы людей. Их очень мало. Вот сейчас владельцев, которые что-то про них пишут. Что выбирает автомобиль в силу того, что он более сдержанный, он более семейный, он более комфортабельный по салону. Он новее по интерьеру, но людям некоторым нравится. Он больше по вместительности салона, то есть сзади места больше. До этого мы дойдем. До силовых агрегатов, значит, трехлитровый дизель работает с чем? В паре с автоматической коробкой передачи. Восьмиступенчатая, друзья. Да-да, здесь стоит автомат классический ZF. Мотор этот выпускается с 2015 года. На основании этого каких-то там толковых отзывов из серии, что он там ломается, не ломается, найти невозможно. Он ставился на Audi A4 B9. Вот, внимание, вы просто вдумайтесь. Audi A4 с трехлитровым дизелем. Блин, я вот сейчас представляю, это там, наверное, бешеная тяга. Там, наверное, динамика будет в районе 5 секунд. Но в силу того, что машинка небольшая, легче. Срываться она будет очень хорошо. Audi A5, ну и, собственно, вот Audi Q7. Но я нашел хоть какую-то выдержку на Atobi. Значит, что у нас есть? На первом месте идут сбои в работе современной системе CR с пьезофорсунками. Раз. Далее, следуют все проблемы, связанные с загрязнением сажевого фильтра и EGR. Это стандартная история для всех дизельных моторов. Также на форумах жалуются на регулярные течи смазки и охлаждающие жидкости. Ну, на форумах, я так подозреваю, где-то по миру, но не по нашей стране. К пробегу 250-300 тысяч километров уже могут вытянуться и потребовать замены цепи ГРМ. Ну, 250-300 тысяч кмэ – это хороший запас. Вот что я сюда хочу сказать. Когда я делал публикацию в инстаграм нашего канала, что мы будем снимать Q7, один человек мне написал. Ну, вот зачем ты снимаешь эти машины? Наверняка, как и все, будешь хвалить. Ведь все же знают, что Audi, BMW, Mercedes – это все говно. Друзья, вот давайте разберемся. Когда речь идет про новый автомобиль, который еще на гарантии, который совсем свеженький, который поломок каких-то не доставляет, хотя может. Заводской брак, он может быть везде, но не существует сегодня безупречных автомобилей. Назовите мне хоть один бренд, модель, где люди никогда ни на что не жаловались. Всегда могут быть проблемы, как с Audi, с Mercedes, с Mazda, с Toyota. Самое главное, как поведет себя дилер, как поведет себя представительство, когда вы к ним обращаетесь. Одно дело все поменять оперативно по гарантии, а другое дело, как мы знаем, может пойти совсем другая история. Но, покупая новый автомобиль, там, трех, пяти лет, вы будете просто наслаждаться им. Это очень сложно передать словами, поймите. Раньше, когда я точно так же смотрел обзоры, я не понимал, ну какой это комфорт. Но когда сейчас ты покатаешься, это не передать словами, друзья, это нужно ощутить самому. Что с ним будет лет через 10, вот это уже интересно. Потому что сегодня мы можем найти на YouTube обзоры, где там люди снимают 2005 года Audi Q7, первое поколение, там 2007-го, рассказывают, что он купил. Машина постоянно сыпется, ломается, там пробег 300-400 тысяч километров. Это совсем другая история, поэтому нельзя сравнивать, ну согласитесь, 15-летнюю машину и совсем новую тачку. Вот эта машина сегодня, любого из вас рядом посади, вот, у меня сегодня новый оператор, это мой друг. Вот он сел рядышком, я ему массаж включил, он такой, да ну нафиг. Мы окошки закрыли, газику придали, он говорит, да это вообще кайф. Обычный человек, такой же, как и я, машина просто бешеных денег стоит. Но вот, как стимул для того, чтобы стремиться к ней, это реально крутая тачка. В остальном, под капотом, там, на что-то сейчас, там, обращать внимание, ну нет. Мотор интересный, дизельный, расход топлива, ну я думаю, здесь будет порядка, там, 10 литров, возможно, чуть больше, меньше. Но в целом, на что-то обратить ваше внимание здесь больше нельзя. Поэтому мы идем с вами дальше. Вот в чем плюс дизеля, вот покажи, пожалуйста. Ты едешь, допустим, двадцаточку, газку как дал, он рез и пошел, и пошел. Соответственно, динамика очень хорошая, мы уже разогнались в 80. В этом плане, вот, трех литров для города, даже для такой массы, это просто с головой. Я не представляю, что будет на машинах, типа А4, на которые его как бы ставили. Ну это, блин, 3 литра, это там, блин, слов нету подобрать. Машина стоит на дороге очень хорошо. Вот мы заходим в затяжные повороты, управлять можно одной рукой, в этом плане никакого напряга нет. Опять же, живешь на даче, где-то там, выехать за город, пневму поднял 235 миллиметров, тебе хватит заехать куда угодно. То есть, в этом плане машина универсальная. Ты вольнуть на ней можешь в городе, и в тот же момент ты без проблем можешь доехать до любой точки. В этом плане, конечно, машина комфортная. Активный круиз-контроль, то есть, здесь он лазерный стоит, реально хорошо работает. Вот впереди идущая машина, и машина будет сама за ним следить, оттормаживаться, разгоняться, рулиться будет хорошо. То есть, вот контроль занимаемой полосы вот здесь, но нельзя пожаловаться. Потому что я катался по городу, я его специально включал, ну, вещь рабочая. По видео вам может показаться то, что, возможно, машина скучная, но вживую, когда ты стоишь, она смотрится гораздо интереснее. Важно, цвет у нас белый, машина забрендированная. Вилон предоставил машину, за что им огромное спасибо. Вот такую тачку, если, например, брать белую, вот со стайлингом, с черным, затонировать ее местами, ну, блин, совсем другой вид будет. Или же черный цвет, или же серый. То есть, вот в этом случае цвет значение имеет. Совсем по-другому машина будет смотреться. Поймите, рассказывать вам о том, что в машине комфортно, вот я сел под себя, настроил сиденье, обзорность хорошая, это ровным счетом не сказать ничего. Мне еще отмечают, говорят, типа, вот эти сиденья еще так себе, мол, есть какие-то ромбообразные сиденья, они еще комфортнее, они еще лучше, они поинтереснее. Вот я сел первый раз, под себя настроил, я думаю, блин, ну вообще кайф, кайф, кайф. Поэтому сказать тут больше нечего. Опять же, есть дополнительные там S-лайны, внешний вид, внутренний. Кстати, вот мы сейчас перешли в режим спорт, реально машину ощущаешь более жестко. Перестроение на автомобиле, 21 колеса, вот колейная дорога. Резина у нас одна широкая, 285, в этом плане, конечно, круто. Хотя я и на BMW ездил с разной широкой резиной, то есть, когда перестраиваешься, все зависит от самой шины, что за шина. С Run-Flat'ом это одни только негативные впечатления. Тормоза у нас не спортивные, но при этом машина у нас довольно-таки хорошо останавливается. Вспомогательных систем куча, вот мы сейчас заезжали на парковку, то есть, впереди вышел человек, машина сама остановилась. Двойные стеклопакеты, то есть, тут, я не знаю, что еще сказать. Эта тачка, вот хочется трудиться, хочется работать. Но ценник, конечно, по цене квартиры. Вот можно мне хату продать, купить вот эту тачку и просто вот по садовому кольцу ездить каждый день. То есть, типа, вроде бы я при делах, при работе. Шутка, но вот такие дела. Но вот тяга хорошая, раз ты там, например, перестроился. Это вот как раз для тех, кто всегда хочет куда-то успеть. В этом плане машина позволяет. Вот этот крутящий момент, это очень круто. Мне, например, там, на моей бензиновой двухлитровой BMW или там Mazda 6, Toyota Camry. Ну, в общем, любая другая машина с атмосферным мотором. Ты никогда таких эмоций не получишь. Ты будешь стопить в пол, она будет орать, а ехать не будет. Здесь ты просто газку даешь, и машина у тебя пошла. В горку ты едешь, с горки ты едешь. Не важно, машина всегда хорошо разгоняется. 21-е колеса, да это же будет жесть. Как по нашей стране с такими колесами передвигаться? Так при этом можно опционально поставить 22-е. Я когда их забирал, ну, когда забирал машину, я думал, блин, интересно, как вот она реально будет по ощущениям. Блин, парни, тачка просто плывет. Ну, понятное дело, что здесь есть пневмоподвеска, у нее есть разные режимы. Но в целом, вот я ездил, я специально прям заезжал в некоторые ямы, чтобы проверить, как она будет отрабатывать. Параметры шин у нас 285 на 40, то есть это не какие-то бублики, вы сами это прекрасно видите. Но вот так вот по плавности хода, ну, вот вам, пожалуйста, 21-е колеса. Понятное дело, что на зиму резину купить это рублей 100 обойдется. Ну, когда ты отдаешь за машину, там, условно, 5,5-6 миллионов рублей, я думаю, отдать 100 тысяч за шины на 2-3 года, для тебя это большой проблемой не будет. Автомобиль оснащен полным приводом Quattro Ultra. Приставка Ultra внесет в себе следующее, кратко, подключаемый полный привод. То есть, соответственно, вы можете ехать на скорости 200 км в час, у вас будет полный привод. Вы можете ехать на скорости 100 км в час, у вас будет только передний привод. Про Quattro Ultra я подробно рассказывал в ролике про Audi Q5. Я оставлю на него ссылку и тайм-код, чтобы вы могли зайти посмотреть. Там прям показывали, как она работает. Проще. Фанаты, естественно, говорят, ну, когда подключаемый полный привод, это уже не Audi, это уже не то. Я находил толковый отзыв человека, кто реально купил эту машину. Он говорит, я выбирал, допустим, между Lexus LX570 и Audi Q7 и BMW X5. И вот он толково пишет, ну, смотрите, говорит, я живу в городе, каждый день я передвигаюсь по городу, езжу по пробкам. Нахрена мне с собой возить раздатку, различные понижайки, раму? Зачем это нужно? Многие покупают тачки эти, передвигаются исключительно город плюс трасса. Соответственно, переплачивать за какие-то ненужные опции тоже не нужно. В-третьих, кто из вас поедет на этой машине куда-то реально в поля, в леса, чтобы поцарапать дисочки рублей за 250 тысяч, лакокрасочное покрытие? Да я думаю, каждый из вас скорее будет носить защитное покрытие, керамику, ну, в общем, беречь автомобиль. В городе передвигаться, ты едешь, ты газу дал, у тебя автоматически все всегда будет на полном приводе. Она даже чувствует, какая температура за бортом. То есть зимой, когда холодно, у тебя автоматом будет включаться полный привод. То есть эта машина, ну, реально умная. Здесь мозгов пипец. Вы сами знаете, что в Ауди со временем может быть такое, что электроника барахлит. Но электроники здесь, ну, хоть отбавляй. И в силу того, что на своеобразная шестерка дизельный мотор никакого звука нет. То есть если бы у нас была бы бензиновая версия, то можно было бы доработать выхлоп. У нас там пердел был на всю улицу. На мой взгляд, дизеля в этом плане даже чем-то комфортнее. Когда ты едешь по улице, там, нажимаешь педаль в пол, у тебя там выхлоп орет. Да, это тебе круто. Здесь ты думаешь, вот ты классный парень, спортивный. На самом деле со стороны на тебя все смотрят, думают, блин, на весе улицы орет. Но это не то. Исключение это действительно спортивная тачка. И крутая тачка, и реально хороший, приятный звук. Здесь же ты газку даешь, у тебя машина разгоняется. Спидометр бежит, но какого-то рева нет. Вот в этом мне нравится, то есть, вот реально, сидя в машине, даже чувствуется, как будто бы у тебя электрокар. Чем вас можно удивить? Да, вотчики дверей, друзья, видите, как работают. Прикольная тема, на самом деле, но по привычке сначала все равно дверь кидаешь. Вот смотрите, бабки ты отдаешь солидные. За что? Ну, в первую очередь, у нас идет отделка кожи. Это действительно кожа, то есть не прям дермантин какой-то. Здесь у нас идет алькантара, здесь у нас идет настоящее дерево, у нас идет настоящее алюминий, у нас идет хороший пластик. Не вонючий, это важно, потому что, например, в некоторых тачках бывает садишься так, что и в Kia Sorento Prime, ну, вы скажете, Kia, но все равно она стоит сейчас по 3 миллиона машина, в вонюще стоит. В Santa Fe в новых тоже жалуются. Соответственно, здесь все сделано грамотно. Присаживаюсь в автомобиль, но здесь уже совсем другая история. Друзья, ну, блин, ты садишься, машина действительно современная. Вот сейчас, когда все выключено, ничего нет, у нас солнечная погода, минус единственное салона заключается в том, что все эти сенсоры, ну, понятное дело, ляпки. И то, что вот это вот по-хорошему как-то защищать нужно пленкой, потому что со временем от протирок все здесь будет в царапках, будет некрасиво, будет жалко машину. На кнопочку нажимаем, все оживает. Вот, кстати, касаемо дизельного мотора. Вот честное слово, когда ты сидишь внутри автомобиля с закрытыми дверями, его вообще практически не слышно. Например, я тестировал 530-ю BMW дизельную, там его слышно, он прям отчетливо работает, здесь гораздо тише он работает. В дневное время, когда ты ешь по городу, ну, дизель, ты вообще его никогда не услышишь. А когда на улице стоишь, ну, да, тарахтит, слышно. Ну, а по интерьеру здесь вас уже ничем не удивлю, потому что я снимал Audi A6 новую, там, собственно, интерьер точно такой же. Самое интересное, что если вы сядете в Audi Q8, там будет точно такой же интерьер. Говорят так, что вот если поставить Q7 и Q8, по интерьеру вы их, в принципе, даже не отличите, там будет один к одному все сделано. У нас идет большой дисплей с навигацией, у нас приборка идет тоже как большой дисплей, здесь тоже огромная навигация. То есть все это настраивается, здесь у нас идет управление климат-контролем, массаж сидений, вентиляция сидений, все здесь. Вот что интересно, Select Drive, да, этими кнопками вы выбираете режим подвески. То есть динамика, он опускается, оффроуд, он поднимается, можно настроить индивидуальный режим для себя. Физических кнопочек буквально 5. Ну, старт-стоп, круговой обзор, вот это помощники, вспомогательные по кругу автомобиля, ручник, ну и, собственно, автохолд. Все, дальше тут все вам понятно. Подлокотники у нас идет, место специально для сим-карты, можно поставить, будет интернет, соответственно, все карты будут у вас сразу с пробками. Зарядка. В общем, машина в целом, вот все самое необходимое, что на сегодня есть, есть и даже больше. Потому что, ну, массаж, я каждый день катаюсь с массажем, ну, реально удобно, комфортно. Ты сидишь в тачке, думаешь, блин, ну, нифига себе. Вот, представьте, кто-то каждый день просыпается, побрился аккуратно, рубашечку чистую одел, сел в автомобиль, поехал. И вот, вот к чему нужно стремиться, друзья, вот для чего я эти машины снимаю. Зарядиться энергией, надо работать, да, тяжело, да, не то время сейчас, ну, блин, оно когда было то. Надо стремиться зарабатывать, потому что вот на такой тачке куда-нибудь вот по Европе прокатиться одно удовольствие. Ну, а мы поедем прокатимся по МКАДу. И вот смотрите, мы сейчас едем 100 км в час. Я могу спокойно разговаривать, вот в чем плюс немцам, в чем плюс их кузовов и их шумоизоляции. Если вы сейчас там разберете дверь, допустим, да, дверную карту, вы не увидите там шматки, шумки. Нет тут ничего. Просто сам по себе кузов сделан так, что реально гораздо тише ты едешь в машине. Вибрации и вот шум, он идет исключительно только от колес. Вот если их еще, да, шумит, да, вы не забывайте, ну, арки, вы не забывайте о том, что у нас колеса 21, а у некоторых они 22. Это будет совсем другая история. Скорость набирает мягко, и ты не чувствуешь вообще этой скорости. Ты едешь на ней и как бы, ну, едешь и едешь разгонять. Вот эти перестроения, поймите правильно, я не дурак, но машина дает такую возможность. То есть нету никакого абсолютно напряга, когда ты так едешь. Вот мы идем в крайне правой полосе, мы уходим в крайне левую полосу. Нет напряга, колея есть. Блин, ну вот в этом как это делается. Хотя говорят так, что BMW с точки зрения развесовки, управляемости, большой скорости лучше, чем другие немецкие автомобили. И в том числе Audi. Но я вот, когда катался на А6, на К5, на А4, на А3, какая А5, я не замечал. Вот в этом плане все Audi, конечно, рулятся очень круто. Но и в тот же самый момент, вот вам реальность. Постоянно ее показываю. Мы выехали из Москвы трасса М4, три полосы, сегодня четверг, время, час дня. Куда они все едут? Ну не по работе точно, то есть на дачу, еще куда-то. Одни москвичи выезжают из города в четверг, в час дня, завтра рабочий день. Соответственно, куда ты здесь разгонишься? Каждые, я не знаю, 2-3 километра камера висит на 110. Либо же вот этот хаусец, такадум, 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 такадум комфортно, места передо мной достаточно соответственно есть подлокотник, можно откинуть климат-контроль здесь точно так же для заднего ряда, все у нас машина пятиместная, соответственно есть версия, где еще и будет третий ряд сидений конечно же, можно еще откинуть спинку, соответственно на дальнее расстояние ты сел и поехал куда? в Туапсе Геленджик, горячая кукуруза Чурчхела на море приехал и пошел купаться над головой места, ну просто дофига, как будто больше воздуха кажется, ну приятнее, нежели чем когда все стиснуто вот один из косяков, скажем так комплектации заключался в том, что как мне отметил менеджер, что смотрите, у нас есть черные вставки, например, спереди черная вставка, вот это серебрисы, сейчас уже на данный момент опционально можно взять черную то есть вот такая, знаете, головная боль у вас будет, если вы станете владельцем Audi Q7 значит багажник у нас объемом примерно 685 литров если мы сложим сидения здесь будет объем, ну свыше 2000 литров что у нас есть? Ну большая крышка это все ясно, здесь также есть управление пневмой вот на самом деле, никто в жизни не понимал вот эту ерунду, то есть ты можешь подойти и опустить машину пониже, для чего? для того, чтобы тебе на 5 сантиметров она опустилась вниз, чтобы тебе было полегче сумки затащить. Музыка у нас идет Босс, хотя опционально можно поставить Бэнкен Толсон то есть поймите правильно, 6 лямов тачка стоит а музыка не самая топая, потому что все это собирается отдельно. Вот здесь у нас идет усилитель докатка лежит. Собственно багажник здесь максимально простой все здесь вам понятно и вот вы скажете, хвалишь хвалишь, заплатили нахваливаешь Брэнк. Друзья нужно прокатиться и потом я бы послушал ваше мнение, что вы скажете про этот автомобиль, не хвалить новую тачку, ну сложно действительно комфортная машина вот если попытаться найти у нее минусы, какие они будут первое, ну давайте так, цена естественно ценник там 5,5-6 миллионов рублей ну это блин до хрена, а по рознице некоторые машины вовсе стоят там 7 и может быть даже выше раз в цене, хорошо обслуживание, тоже обслуживание официального дилера вот если с рекомендациями, там диски, понимаете это тоже будет недешево а кататься по сервисам, по гаражам где-то искать на стороне, ну возможно можно это сделать, конечно но не каждый, наверное, владелец новой Q7 согласится то есть бабки отдавать придется каска, на такой автомобиль будет примерно стоить тысяч так 150 рублей но каска напрямую зависит от вас возраст, стаж, прописка колеса 21, соответственно такая вот услуга как резина, да, шины вы тоже отдадите бабок просадка по цене когда вы заходите там через 3-4 года машину продать, купили условно за 5,5-6 ну продадите ее в лучшем случае там за 3,5-4,5 рублей соответственно такое, как некоторые говорят да она упадет в цене там в 2 раза не упадет там в цене в 2 раза за 2-3 миллиона вы такую машину там 3-4 годовалую с хорошим пробегом вы не найдете все, что это будет, это будет дрова либо там что-то убитое точно сюда же к минусам относим гарантийные обязательства соответственно даже в гарантийный период вы можете с чем-то столкнуться, приехать как вам отнесутся, одному богу известно потому что есть люди, кто приезжает им просто без проблем все менять идут на встречи, а есть так, что люди приезжают а им, вот вы знаете все эти истории я ярдрей снимал в целом, вот мы снимали недавно человека который обращался к официальному дилеру его постоянно пытались брить и серить то, что мы ни в чем не виноваты, ты виноват сам поэтому как будет непосредственно с вами несмотря какую бы вы машину купили ауди, мерседес, мазда все здесь покажет только лишь личный опыт эксплуатации ну что друзья, самое время сделать выводы покатались несколько дней на этом автомобиле со мной был мой друг который говорит одно, что тачка во, ну действительно комфортно мы и понаваливали мы ездили спокойно, мы ездили по разбитой дороге пневмо, рабочая подвеска комфортная, несмотря на то, что колеса 21 машина многофункциональная здесь есть, но действительно все и конечно же все вы это покупаете за хорошие большие деньги в дальнейшем кому-то вот эта ласточка достанется на вторичке какая она будет на вторичке доставит она хлопот или нет здесь пока же только время и несмотря на то, что цены на новые автомобили сегодня многих шокируют самая простая версия А3 начинается с 1.600.000 машины раскупают если вдруг вам нужна помощь в покупке нового автомобиля со скидкой обращайтесь в частности по Ауди сведу вас с менеджером поможет вам купить машину на выгодных условиях друзья, пришло ваше время высказать ваше мнение в комментариях обязательно подписывайтесь на канал подписывайтесь на инстаграм канала ведь там всегда выходят только свежие новости ставьте лайки, ставьте дизлайки до новых встреч всем пока-пока